Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы приветствуем вас в нашей рубрике «Открывая двери храма». Эта рубрика создана для тех, кто делает первые шаги в храме. И сегодня мы узнаем, что такое иконостас. Мы уже знаем, что алтарь от молитвенного храма, где находится верующая, отделяется особой перегородкой, называемой иконостас. Икона в переводе означает образ, изображение, астасис — место стояния. Иногда на месте иконостаса устанавливалась низкая решетка, которая отделяла святое святых от святилища. И вот, как пишет церковный историк IV века Евсевий о храме, который был построен Константином Великим. Он украсил храм восвышенными престолами в честь предстоятелей. И, кроме того, седалищами, расположенными в стройном порядке, а посредине поставил святое святых — жертвенник. Но чтобы это святилище не было доступно для всех, он оградил его деревянную решетку, украшенную тонким резным искусством. Впоследствии эту преграду стали украшать иконами, то есть так называемое вместилище икон, поэтому и носит название иконостас. Вероятно, такой иконостас пришел из Византии и на Русь и просуществовал до XV века. В XV-XVI веках на Руси появляются русские высокие иконостасы. В иконостасе устанавливается трое врат. Самые ближние к престолу называются царскими, потому что именно через них таинственно и невидимо в святых дарах проходит сам Иисус Христос. На царских вратах помещается изображение Благовещения Пресвятой Богородицы и также четырех евангелистов, четырех вестников нашего спасения. На царскими вратами помещается изображение Тайной Вечери, которое совершается во время богослужений в алтаре. Другие врата, с правой стороны южные, с левой северные, несут на себе изображение архангелов, первых диаконов или реже святителей. Чаще всего ими во время богослужения пользуются диаконы, поэтому они и называются диаконскими вратами. Реже во время богослужения через них проходит священнослужитель, а вот епископ никогда через них не проходит, потому что он является прообразом Иисуса Христа на земле и поэтому проходит только через царские врата. Классический русский иконостас выглядит следующим образом. Справа от царских врат помещается икона Спасителя, а с левой стороны икона Божьей Матери с младенцем. Рядом с иконой Спасителя чаще всего помещают храмовую икону, и этот ярус называется местным. Над местным ярусом располагается даисусный чин. Дейсис в переводе с греческого означает «моление всей небесной церкви о человечестве». И центральное место в этом ярусе занимает икона Спасителя. Он представлен либо в архиерейских, либо в царских одеждах. И ему предстоят, то есть обращены к нему с молитвой, с правой стороны Божья Матерь, а с другой Иоанн Предтеча. За ними находятся апостолы, святители и другие святые. И поэтому иногда этот чин называется апостольским. Третий чин носит название «праздничный», потому что там в соответствии с канонами установлены иконы с сюжетами великих православных праздников, которые верующие вспоминают в течение сего года. Следующий чин, четвертый, называется пророческим, потому что там поставлены иконы святых пророков, которые жили во ветхозаветные времена, и через них нам было дано откровение о Спасителе и Божьей Матери. Как правило, центральное место в пророческом чине занимает икона Божьей Матери Знамения, которое символизирует вычеловечение Иисуса Христа. Весь иконостас увенчивается крестом, или там устанавливается Голгофа, что символизирует собой спасение всего человечества. Сегодня мы немного узнали об иконостасе. В следующий раз мы продолжим беседу о нем. До новых встреч в храме!